Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте! Прекрасная погода опустилась на Краснодарский край. С вами Сюф Краснодарский. Сегодня я расскажу вам о том, как приготовить вкусную рыбу на реке и как это сделать классным, технологическим и очень красивым. Комфортным способом. А заодно и протестирую свою новую передвижную кухню. Не переключайтесь, с вами Сюф. Давай за прибытие, Константин. Давай за прибытие. Какое холодное вкусное пиво. Просто райское наслаждение. Слушай, Костя, я слышал, что кухни Метек Люкс собираются сами. Да ладно? Давай вот, чтобы здесь она собралась, вот из той машины, вот сюда, чтобы она встала. Мне сказали, что нужно просто хлопнуть в ладоши и палатка сама соберется. Итак, машина, уезжай. Костя, наливай. Палатка, вот здесь вот, вставай. Оп! Ёк-макарёк! Стоит теремок! Жора приехал и Игорёк. А ну пошли посмотрим, Костя, что там нам Метек сделал. Метек Люкс? Нифига себе, теремок! Слушай, всё тут тканевое, прошитое на молниях. Нифига себе, кухонька! Слушайте, сковородка чугунная. Ух ты, мачистая! А здесь какая-то даже зелень заготовили. Ребятушки, смотрите, ложки-поварёшки, чашки, всё есть. Вот это Метек, всё предусмотрел. Слушайте, а что тут? А тут зажигалочка газовая. А это для чего? Подожди, подожди. А тут же у нас ещё коптилочка, ребятушки. Всё есть. А тут у нас ещё всё для гриля. Нифига себе, Метек! Ну ты красавчик! Так, а что у нас здесь ещё? У нас здесь ещё какие-то овощи. А что это? Они что, ещё и кабачки засолили? Мать честная! Солёные кабачки. Зажарим. Ребята, я в шоке. Я просто в шоке. Это рыба? Это рыба. Они поймали рыбу, друзья мои. И засолили её с крапивой. Вот это Метек. Ну что ж, начинаем тогда готовить аплодисменты Метек. Ах, зеркальный карпик. Ребятушки, с крапивой зеркальный карпик. Смотрите, судачок. Ах ты, какой красавчик! Тоже с крапивой, мало ли. Карасики. Посечённые уже. Смотрите, посечённые карасики. Окуньки. И ещё судачки. Охолодненькие. На улице такая жара. А у нас холодные окуньки. Итак, наверное, из зеркального карпа и карасиков я сделаю жарёху. А из судачков и окуньков я сделаю копчёную рыбу, друзья мои. Ну что, всё только начинается. Я вам уже много раз говорил, что при копчении вы должны делать одинаковые кусочки. То есть, вот смотрите, у нас в этих одинаковых кусочках лежит одинаковое количество крапивы. Вот она у нас лежит в животиках у наших судачков. Три судачка мы их положим целиком. Они у нас присоленные. Есть у нас ещё окуньки. Тоже присоленные. Ну, вот этих окуньков мы положим друг на друга, чтобы они у нас при копчении не сгорели. Фишкой этого блюда является крапива внутри. Смотрите, вот этих двух карасиков и судачка, вернее, и вот этого карпика я пожарю. А вот этого судачка я сейчас порежу на такие части, которые будут, ну, так скажем, симметричны этим частям. Ну, смотрите. Значит, хвостик. Один, второй, третий. Смотрите, напоминаю, что мы чешую не снимаем. У нас, собственно, мясо и чешуя. Почему чешуя? Да потому, что на чешуе останется всё копчение. Все плохие части, которые будут извергаться при копчении, останутся на нашей шкуре. Пожалуй, я судачка измельчу вот так. И, собственно, вот так сейчас его сложу в коптильню. А перед этим немножко посолю адыгейской солью. Адыгейская соль! Выходи, дорогой, а! Да ты мой адыгейский соль! Вот он мой адыгейский соль! Ребят, ну, адыгейская соль у нас сегодня красная. Смотрите. Адыгейская соль бужегубская. Ну что, берём соль, открываем и солим те места, которые мы срезали. Прямо посыпаем сильно, потому что наш судак много не возьмёт. Он будет коптиться у нас минут сорок. За это время я засолю и замариную эту рыбу. А эту сейчас буду укладывать в нашу коптильню. И сейчас покажу вам, как это всё будет происходить. С вами Сюв. Не переключайтесь. Смотрите. Протираем маслом все решёточки, чтобы не было ни единого варианта заржаветь. Дальше. Наша с вами решётка состоит из, собственно, трёх частей. Первая часть. Это часть, на которую мы выкладываем верхнюю рыбу. Вот так вот мы её кладём. Дальше. Нижняя часть, куда у нас будет стекать, ну, можно сказать, жир или то, что остаётся от нашей рыбы. Предлагаю начать выкладывать снизу. На низ я обычно всегда кладу большие кусочки. Вот так вот. Раз судачок пошёл. Два пошёл судачок. Три пошёл судачок. Видите, да, какими я кусочками нарезал, что она сюда помещается. Можно, кстати, её на бочок класть. Если она у вас не помещается, можете класть на бок. Но снизу всегда кладите более толстые куски и более толстую рыбу. Так. Верхняя часть у нас заточена под более мелкую. А нижняя часть под жирного и крупного судачка. Сверху мы расположим наших окуньков и судачков. Ну, можно сказать, что это бёршики. Хотя на самом деле это мини-судачки. Смотрите, окуньков маленьких мы тоже сюда кладём. Но чтобы они не сгорели, я их кладу близко к тушкам наших судачков. Вот в таком вот виде, смотрите, ваша коптилочка должна быть заполнена. Теперь, что мы делаем со щепой. Есть у меня вот такой пустой ящик. Сейчас покажу, что я делаю по щепе. Смотрите, сначала сыпем мелкую щепу. Это у меня абрикоса. Вы знаете, как я её заготавливаю. Я её пилю ручной пилой. Потом пропитываю вискарём. Сначала идёт мелкая. Потом идёт у нас вишня и черешня. Это уже средняя. Смотрите. Это у нас сухие опилочки. Потом у нас идёт палочки. Ребятушки, обязательно сухие палочки кладите. Смотрите, вот они палочки. Это вишнёвые палочки, срубленные весной, когда ещё почки не распустились. И следующее у нас идёт уже толстая щепа. Яблонька. Немножко кладу яблоньки. Вот, собственно, в таком варианте и в таком варианте я нашего судака и окуньков вставляю в нашу коптилочку. Ну, а где наша крышечка? А крышечка наша вот. Ребятки, закрываю нашей крышечкой. Оп, носик убираем. Дальше беру газовую горелочку, убираю сковородочку, открываю нашу газовую плиточку, зажигаю наши две газовые горелочки. И, конечно же, в этой прекрасной, уютной кухне ставлю на газ наших красивых и очень полезных рыб. Я думаю, что минуточек через 40 она будет готова, а пока она готовится, я займусь овощами и рыбой, которую я, собственно, буду жарить. А это зеркальный карп и два карасика. С вами Сюф. В прекрасной кухне на прекрасном, друзья мои, в кубанском месте. Не переключайтесь! Ой, а у нас же здесь все готово к тому, чтобы готовить. Ребят, через несколько секунд идет уже дым и в палатке становится душно и дымно. А здесь есть вот вверху вот такой вот клапан. Константин, открой его, пожалуйста. Сделал. Ну, отлично. Что-то жарко стало. В палатке Митек открою-ка я окно. Окно-то у нас, собственно, на молнии. Практически. Смотрите. Против комаров москитная сетка. А можно и дверь открыть, ребят. Что нам окно? Можно и дверь открыть, и зайти в нашу кухню уже с другой стороны. А здесь у нас, собственно, коптится наша коптилочка. Мне показалось, что солнышко зашло и стало света мало. Ну, сейчас вот света уже больше. То есть, ребят, еще одно окно, которое тоже, в общем-то, пригодится на нашей кухне. Ваша кухня всегда должна быть светлая, уютная и проветриваемая. Дым идет. Я думаю, что осталось еще минуточек 20. Смотрите, дымок весь выходит. И в кухне прекрасно. Не жарко, не холодно, а, в общем-то, комфортно. Ребят, что-то я решил вообще все смотать и проветрить нашу кухню, сделать ее абсолютно прозрачной. Я убрал дверь. И сейчас демонтирую окна и делаю, чтобы наша кухня была полностью прозрачна. Вот так вот раз. Вот так вот два. И вот так вот, друзья мои, три. Смотрите, получается просто красивый и интересный навес, в котором, собственно, мы сейчас и будем работать. Вот он я, Сюв. Вот она, моя кухня Митек Люкс. Ребят, не надо вот это тянуть. Нормально чистите. Не, жрать не надо, ребят, рано. Чистим картошку, потому что у нас вся рыба будет с картошкой. Друзья мои, у меня маленький мастер-класс. Ну, простите, там пару минут я научу ребят готовить. Я первый все равно. Чистим картошку. Так ты ее квадратом чистишь, а надо кругом. Костя, кругом чистим. Я по диагонали пошел. Чистим по диагонали или по биссектрисе, или по параллелограмму. Жора догоняет. Ребят, чистим картошку и, собственно, ставим картошку вариться, жариться. Ребят, после того, как картошку почистили, ее нужно сполоснуть. Ну, вода должна быть с лимана. Давай еще лей. Хорош! Ребят, вода должна быть с лимана и картошка должна быть тоже с лимана. Все должно быть, ребят, из природы. Ой, ребятушки, очень жарко. Сегодня летом. Рекомендую всем брать с собой много-много переодевалки и переодевать ваши майки, потому что летом, когда вы готовите на кухне, будет очень жарко. Ребятушки, прошло всего 40 минут, а наша копченая рыба уже готова. Итак, давайте посмотрим, что здесь произошло. Опачки! Ха-ха-ха! А наши бершечки и наши судачки готовы. Смотрите, какие они золотые мои! Итак, убираем нашу копченую рыбу и начинаем готовить нашу жареную рыбу. А пока наша копченая рыба чуть-чуть постоит в камышках, чуть-чуть остынет. Мне даже остывшая рыба нравится немножко больше, чем горячая. Вот такие вот карасики с крапивой внутри и с щипсом наружу у нас начинают плыть в нашу сковородочку. Такие плывут, хвостиками машут, щипс облетает. И мы идем в сковородку, друзья мои, в чугунную. Вот так вот. Ребятушки, если масла не хватило, масло доливаем еще. Наша кубанская промышленность выпускает много масла. Если не хватило щипса, посыпаем нашу рыбу адыгейским щипсом, адыгейская промышленность работает хорошо. Пусть жарится, я сейчас пойду, пока немножко пива выпьешь. Смотри, а? Наступает время кабачкам. Опа! Наши кабачочки пошли, мои родимые кабачочки! Ребят, для того, чтобы все готовилось быстрее, используйте крышки. Это крышка от вот этой сковородки, это крышка от вот этой сковородки. Эту сковородку видно, эту сковородку ни хрена не видно, но ее всегда слышно. Чувствуете всегда носом и чувствуете всегда пальчиками. И смотрите на тайминг. Ну, с каждой стороны кабачки жарятся одну-две минуты, рыба жарится пять-семь минут. И продолжаем жарить. Так, смотрим, что с рыбой. Опа! Рыбка тоже требует переворота. Раз переворот, два переворота. Ага. Ну, у рыбы не все так быстро, как у кабачков, но тоже дело идет. Вы не должны отвлекаться, потому что рыба и кабачки это очень опасные блюда, которые, собственно, могут сгореть и превратиться просто в маленькие такие угли. Тем более, если вас отвлекают друзья алкоголики. Карасей я пожарил, начинаю жарить зеркального капа. Настала очередь нашей картошки, можно сказать, что лесной фрии. Друзья мои, мы выкладываем нашу картошку в нашу сковородку сразу после кабачков. Естественно, я ее немножко посолил, пропитал маслом и все у нас будет хорошо. Ждем, пока поджарится картошка и подаем наше блюдо нашим друзьям. Ну, немножко жарко, конечно, ну а что делать, друзья мои? Сейчас кризис, как сказал ВВП. Держитесь, скоро будет легче, держусь. Ну что, уважаемые друзья мои, опа, поздравляю вас с наступающим объедением. С вами был Сюф Краснодарский и компания МИТЕК. Будьте всегда в теме, угощайте всегда себя и своих друзей. Ура, друзья мои! Ура! Ура! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!